РИМСКАЯ АРМИЯ Он ждет часа, когда сможет омыть свой меч кровью. Я много раз слышал, как даже самые мои стойкие люди, измотанные переправами через горы и реки, восклицали, когда же мы настигнем врага. Ответ на этот вопрос Агрикола получил раньше, чем рассчитывал. И ответили на него коренные жители британских островов, известные как Бриты. У Граупийских гор эти люди дали отпор империи, которая хотела их поработить. Бритов было значительно больше. Каждому римлянину нужно было убить по три человека, чтобы выжить. Но их это не беспокоило. Ведь для римлян смерть – это ремесло, в котором им нет равных. Моменты истории. Римский фронт. Ведущий Джеймс Вудс. 84-й год нашей эры. Шотландские острова. Северный край Римской империи. На самом деле, рейд римлян от Шотландии до Африки вызывает ассоциации с Блицкригом 20 века. Ясно, что такие генералы, как Агрикола, не знали пощады. А римские солдаты? Людьми они были или животными? Были ли они братьями по духу? Или же они просто цепные псы? Это и пытаются узнать археологи на раскопках Виндоландии. Среди них – Эндрю Берли. Здесь, на севере Англии, он тщательно изучает каждый камень, чтобы побольше узнать о римских завоевателях. Работать на раскопках Виндоландии – тяжкий труд, как физический, так и моральный. С другой стороны, это такое место, которое всегда удивляет. И в итоге все наши старания оправдываются. За долгие годы оккупации здесь было построено несколько крепостей. Новые крепости возводили поверх старых. Под всеми слоями римских укреплений находится настоящий рай для любого археолога. Вот канал, по которому вода попадала в римские бани. А это скотобойня – источные канавы для крови. А под всем этим слоем грязи и глины ученые до сих пор находят украшения, которые все еще блестят на солнце. И монеты в таком состоянии, будто были отлиты вчера. Само слово «Виндоланда» переводится как «ясный лук». Не самое подходящее название для забытой богом крепости на краю света. В первом столетии нашей эры Римская империя простиралась от Среднего Востока до Британских островов. Но именно здесь, в Шотландии, у Граупийских гор, римляне впервые натолкнулись на стену. 11 воинственных племен бритов готовы были защитить свою землю. Их лица были в голубой краске, которую они добывали из диких цветов. А в руке у каждого было по бронзовому мечу. Их лидер обратился к своим людям. Мы последние свободные люди, и на нашу свободу никто не смел посягать до сего дня. Теперь нападению подверглись и наши земли. За их пределами остались только волны, камни и римляне. Они оставляют за собой выжженный пустырь и называют это миром. Численное превосходство бритов не пугало генерала Агриколу, ведь все шло по его плану. Вот они вышли из своих укрытий. Теперь мы прольем их кровь. Завоевателям всегда сопутствует удача. Завоевателям 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 Чтобы выстоять в бою, Римляне всегда полагались на заранее изученные и отработанные всем взводом маневры. Поэтому, когда со стороны бритов полетели копья, римляне выстроились и закрыли друг друга щитами. Это называется черепаха. Бритам такой зверь не знаком. Теперь у них проблемы. Бриты впервые столкнулись с таким организованным противником. Как известно, одна из самых сильных сторон римлян – ближний бой. Несмотря на численное превосходство и большие мячи, чем ближе бриты подходили к римлянам, тем меньше становились их шанса на победу. Продолжение следует... Десять тысяч бритов погибли в этой битве. А те, кто выжили, в спешке покинули свои жилища. Воцарилась тишина. Холмы опустили, вдали горели дома, на поле не было ни души. Бриты презирали и боялись легионов Агриколы больше, чем самой смерти. Они даже подожгли собственные дома, жертвуя своими женами и детьми, лишь бы это все не попало в руки римлян. Кто же эти люди, кого так боятся бриты? Бессердечные имперские пешки, неуязвимые в бою роботы? Во-первых, они вполне уязвимы. Хотя в том бою погибло всего 360 римских солдат, остальные были скорее мертвы, чем живы. В римское укрепление прибывают новобранцы, чтобы заменить убитых и раненых. Одного из них зовут Мессикус. Ему было около 18 лет, и, скорее всего, он был не женат. Единственным убежищем для таких солдат, как Мессикус, были крепости вроде Виндоланды. На последнем рубеже римлян таких крепостей было несколько. Внутри было достаточно комфортно. Кровати сухие, бараки утепленные. Но вопрос в том, было ли у них чувство единства и семьи. Семья Эндрю Берли тесно связана с Виндоландой. С 30-х годов его семья проводила здесь раскопки сезон за сезоном. Клану Берли помогает преданный персонал и добровольцы, а эксперты часто посещают раскопки. Раскопки проводятся в таких условиях, что такого рода археологию можно смело назвать грязной. Ведь чего-чего о грязи в Виндоланде хоть отбавляй, земля здесь всегда сырая. Погода в Англии часто отвратительная, а этот год вообще выдался особенно дождливым. Иногда приходишь утром на раскопки, а вместо ямы уже бассейн. Единственное, что держит на плаву команду археологов в этом море римской грязи, это надежда на новые открытия. Отец Эндрю, Робин Берли, днями напролет копается в грязи, лишь бы почувствовать легкое дуновение присутствия римлян. На самом деле, тут пахнет римлянами шикарно. Запах такой, не знаю, ну, пахнет старыми носками и потным телом. Вообще, когда сюда едут парни на экскаваторах, они чувствуют запах за сотни метров отсюда, и сразу понимают, что мы уже здесь и работаем. На раскопках была найдена часть кувшина, значит, алкоголь у римлян был. Но нуждались они в нем по-разному. К примеру, Мессик успел, чтобы отдохнуть от патрулирования местности. А кто-то пил, чтобы облегчить страдания при ампутациях. Находки указывают на то, что в алкоголь добавляли опиум. Этот коктейль, анестетик, настолько же опасный для здоровья человека, как и операция, которая следовала за его приемом. Семьей Берли были также найдены медицинский набор. Пинцет, серебряный зон для вскрытия ран и бронзовый нож для ампутации. Такого исхода боялись все солдаты империи. Солдат получает серьезное ранение. И, учитывая условия, какова вероятность успеха операции, скорее всего, его ждет ампутация. Тони Берли. Ампутированные конечности, гибнущие на поле боя товарищи, все это только сильнее разжигало пыл римлян. Каждый солдат сталкивался с ужасами войны. Мессикус и его братья были лишь деталями в военной машине римлян. А деталь всегда можно заменить. Археологи до сих пор находят части таких сломанных деталей. Пехота — основа любой армии римлян, и их обувь — самая распространенная находка в Виндоланде. Вот, отлично, Эндрюс, смотри, какая. Это сандалия пехотинца. Причем дорогая. Посмотри на эти аккуратные узоры. Владелец явно не был бедным. Мы всегда говорим, что в Виндоланде есть то, чего нет ни в Помпеях, ни в Геркулануме. Вроде как в Помпеях нашли три или четыре сандалии, а у нас их уже более трех тысяч. Полмиллиона археологических находок по отдельности — это лишь фрагменты. А если сложить их вместе, то они начинают складываться в картину о том, как жили солдаты вроде Мессикуса. Стальное шило, его использовали, чтобы натянуть кожаные ремни на броне. Набор для починки оборудования. Гребешок для расчесывания волос. И стальной нож, на лезвии которого гравюра с именем владельца. Все, что найдено в Виндоланде — маленькие детали одной большой картины. Чего ты хочешь найти тут? Хотелось бы найти что-нибудь из четвертого века. Ну да. Если туда спустишься, то потом не вылезешь. История о том, как были найдены все эти предметы, уже давно стали семейными байками. Моя жена писала диссертацию о ложках, и как-то раз нашла лучшую ложку за всю историю этих раскопок. Люди мне часто говорят, что у меня глаз наметан, но на самом деле все проще, работать надо больше. А Эндрю Берли уверен, что дело тут в каком-то археологическом шаманстве. Такое впечатление, что это место награждает находкой только одного члена нашей семьи. То есть, если мы сразу вчетвером работаем на раскопках, то никто ничего не найдет. А вот если трое из нас уйдут и останется один, тогда он точно что-нибудь найдет. Эндрю Берли. Серьезно, так всегда и бывает. Этот принцип сработал в один прекрасный день, когда отец Эндрю нашел то, что вдохнуло еще больше жизни в Виндоланду. Открытие, которое перевернуло с ног на голову все представление о римлянах. Даже если я всю оставшуюся жизнь буду ползать в ямах и копать, я никогда не испытаю такого восторга, как в тот памятный день. Это были послания от людей из прошлого, погребенные глубоко в грязи. Я увидел какие-то скользкие кусочки дерева, тонкие и очень скользкие. Я тогда подумал, странно, вроде на стружку не похоже. Тогда я аккуратно разъединил эти два кусочка и увидел нечто потрясающее. Оказалось, что на этих кусках дерева, пролежавших в грязи 2000 лет, были письмена. Мессикус и его братья фактически отправили сообщение археологам. Бесценные римские письмена, найденные семьей Берли, сразу же отправили эксперту на изучение за 60 километров от места раскопок. Но путешествие в прошлое закончилось, не успев начаться. После того, как пластины открыли, все письмена с них исчезли. Все слова пропали. Это просто куски дерева. Сбылся самый страшный кошмар археолога, но Берли не сдались. При более тщательном осмотре на пластинах были найдены следы угольных чернил, которые стали видны на инфракрасной фотографии. История о вторжении римлян в Британию упоминает всего несколько генералов и управляющих. Теперь нам стали известны имена 600 римлян в Виндоланде. Теперь мы можем с уверенностью утверждать, что почти все римляне на тот момент были обучены грамоте. Здесь служил доктор, которого звали Маркос. В своих заметках он отметил, что опиум далеко не единственный используемый им препарат. Там даже упоминается солдат Мессикус. Я, Мессикус, прошу вас, лорд, позволить мне быть в Кориум. Получается, что Мессикус просил главнокомандующего дать ему передышку. Странно, видимо, у него был брат или близкий друг в другом легионе, и он хотел съездить и навестить его на пару дней. Сегодня остатки этого форта, который так отчаянно хотел покинуть Мессикус, тщательно изучаются семьей, увлеченной историей. У меня пятеро детей. Поверьте, я каждому объяснял, что есть и другие честные способы зарабатывать деньги, помимо археологии. Семья Берли занимается раскопками уже лет 70, 80. Точно. Все началось с дедушки Эндрю Эрика. Он купил это место в 1929 году. Остальное уже история. Я как родился, меня сразу сюда привезли. Тогда мой отец раскапывал главный штаб крепости, а я от этого места всегда был в восторге. Это потрясающее чувство, когда что-то находишь. Особенно, когда приходит осознание того, что ты первый, кто держит эту вещь в руках за целых 2000 лет. Так интересно изучать все эти вещи. Находить их тоже не менее интересно. Энди, посмотри-ка на это. Держи. Ну, это явно письмена. Смотри, какие тонкие пластинки. Видишь, они немного масляные. И обрати внимание на это небольшое отверстие здесь в углу. Таким образом, эти пластинки скреплялись вместе. Мы не так много знаем, а эти штучки могут полностью изменить наше представление об истории. Так, теперь аккуратненько поместим их в воду. Отнеси их в лабораторию, пусть полежат там пару часов, потом я их обработаю. Теперь за таблички возьмется мать Эндрю, Патрисия Берли. Чтобы очистить таблички, требуется спокойствие святого и точность хирурга. Когда что-то лежит в земле две тысячи лет, оно, разумеется, становится очень хрупким. Я даже чувствую пальцами, как табличка немного прогибается под давлением кисти. Такие таблички отлично хранятся в метиловом спирте. Так и чернила не исчезают. Такие вещи приближают прошлое. Сразу представляешь себе людей тех времен и как они жили. Но как здесь оказались эти хрупкие таблички с письменами? Судя по тому, что мы знаем, римляне много странствовали. 15 тысяч километров связывают самые отдаленные уголки империи с укреплением в Виндоланде. Отсюда Мессикус отправлял письма друзьям и близким. Возможно, таким образом римляне отправляли друг другу и посылки. В одном письме мужчина просит прислать одежды не для себя, а для его людей. Приветствую и прошу прислать шесть рубах для моих парней. Ты же знаешь, с одеждой здесь дефицит. Другой расстроен тем, что ему на его письма никто не отвечает. Приветствую. Хочу, чтобы ты знал, что у меня все хорошо. Надеюсь, у тебя тоже. Хоть ты не ответил мне на письмо. Чтобы доставить одно такое письмо, требовалось немало усилий. Но письма из Виндоланде открыли историкам глаза на многие аспекты жизни римлян. Хотели они того или нет? К примеру, вам никогда не было интересно, носили ли римляне нижнее белье? Если да, то вам повезло. Вот фрагмент письма, который, наконец, ответит на столь важный вопрос. Приветствую тебя, Тетрикус, и твоих сослуживцев. Надеюсь, что вам во всем будет сопутствовать удача. Я выслала тебе носки из Сатуи. Две пары сандалий и две пары трусов. Разумеется, носки и трусы – вещи жизненно необходимые. Вместе с почтой в форт приезжает и торговец. В основном торговцами были римляне, которые последовали за армией из Европы. Судя по содержанию писем из Виндоланды, у пехотных войск были постоянные проблемы с деньгами. Им платили всего дважды в год, максимум три раза. А платили им такими монетками, маленькие медные монетки. Судя по одному письму, у Мессикуса и его братьев кончились деньги, и жизнь началась не сладкая. Если ты не пришлешь мне денег, хотя бы 500 динариев, то я потеряю все, что положил под заклад, и тогда я окажусь в затруднительном положении. А пока Мессикус с трудом пытается сводить концы с концами, его главнокомандующий Флавиус Кериалис получает примерно в 50 раз больше. О нем мы знаем очень много. У нас уже есть около 80-90 его писем. Он был женат, у него были дети. Я даже могу назвать имя жены и каждого ребенка, могу рассказать о его отношениях с друзьями. Из писем стало известно, что Флавиус и его люди были не из Рима. На самом деле они и римлянами не были, они прибыли из Батавии. Сейчас это место называется Нидерландами. Один римский историк сказал, «Батавианцы – это просто военные пешки, только это и умеют, что воевать». И воевать они определенно умели. Римляне за это их и ценили. Они могли в полном обмундировании реки переплывать, и при этом еще лошадей за собой тащить. Римляне использовали их в битве у Граупийских гор. Когда командир Флавиус Кириалис не занят поисками бритов, он охотится. Об этом сказано в письме. Приветствую. Если ты меня любишь, брат, пришли мне несколько сетей для охоты. Только попрочнее. Видимо, у нашего командира было четыре разных типа сетей. Для маленьких птиц, для средних птиц и даже для лебедей. Когда Флавиус отдыхал, он ни в чем себя не отказывал. Судя по спискам товаров, которые мы нашли в Виндоланде, он любил побаловать себя свежими устрицами и старыми винами. За вас! Флавиусу даже разрешили взять свою семью на фронт. Его жену звали Лепедина. Она всегда носила дорогие одеяния. Его дети занимались с учителем, который обучал их по всем стандартам римского образования. Семья Берли нашла фрагмент поэмы Вергилия, который написан было детской рукой. Когда они увидели перевод, сразу поняли, что это был не просто урок латинского. Это заглавная буква, а нужно было написать другое. А тут уже другой почерк. Видите буквы? С и G, то есть непрежная работа. Бедный паренек. Начал он неплохо, но потом начали всплывать ошибки. Наверняка учитель ему за это отвесил подзатыльник. И пока Флавиус радуется жизни, его подданные не отстают. Находки, сделанные семьей Берли, позволили нам открыть еще одну главу из жизни римлян. Речь идет о личной гигиене и банях. В каждом римском форте была баня. Нужны они были по двум причинам. Во-первых, для того, чтобы помыться. А во-вторых, для того, чтобы выпустить пар. После бани нет ничего лучше кружки холодного пива. В одном из писем говорилось о том, что Мессикус и его друзья часто пили вместе пиво. Будь милосерден, у моих солдат закончилось пиво. Пожалуйста, прикажи, чтобы нам его прислали. Но некоторые на пиво уже смотреть не могут, ведь где-то по пути к Виндоланде есть пивоварня. Семья Берли нашла таблички, в которых говорится о технологии его изготовления. Они даже узнали имя владельца пивоварни «Атректус». Наверное, британское пиво пахло тогда отвратительно. Хотя, если ты до этого залпом выпил 9-10 пинт, тебе уже все равно. Римляне также были не прочь время от времени удовлетворить свое либидо. Иногда днем бани Виндоланды открывались для гражданских. Есть основания полагать, что у них там была и проституция, хотя они называли это по-другому. Таких девушек римляне называли не проститутками, а актрисами. И хотя секс во время службы запрещен не был, римский император хотел держать все под контролем, поэтому рядом с фортами не было никаких увеселительных заведений. А тот факт, что он издавал об этом указ около 70 раз, говорит о том, что всем было на это наплевать. Не думаю, что они были сильно одержаны сексом. Скорее всего, они просто были открыты в этом плане. И фигурки, найденные в Виндоланде, это подтверждают. Эта фигура воспевает женские формы. А эти фаллические кулоны особенно ясно дают все понять. Возникает только один вопрос, кто их носил и по какому поводу. А вот это штука к сексу никакого отношения не имеет. Таким образом, римляне развлекали себя в банях. Римские солдаты известны своим пристрастием к азартным играм. Мы нашли много частей игровых дощечек и, разумеется, костей. Кости – это такая вещь, которую сегодня используют так же, как и две тысячи лет назад. Так что не только пивом и женщинами довольствовались римляне. Одна пара костей найдена и на раскопках тому свидетельство. В нескольких костях установлены маленькие грузила, так что каждый раз, когда их кидаешь, выпадают либо пять, либо шесть. Так что они все-таки немного жульничали. На фронте жульничество в таких делах не редкость. Мы находили весы, которые показывали один вес, а на самом деле там значительно меньше. За продажу прокиршего вина и жульничество с весами наказание было вполне серьезным. За кражу в городах обычно наказывали распятием. Даже такие менее серьезные проступки, как подкуп и клевета, карались смертью. Но на фронте роль судьи выполнял командир форта. Обычно воинская система наказаний достаточно прямолинейна. И у каждого командира взвода было право судить. И у каждого был пруд из лозы. И пускать его в ход они не стеснялись. Пропустите! Даже за самые мелкие преступления наказания были жестокими, как для солдат, так и для гражданских. В одном письме, найденном на раскопках в Виндоланде, говорится о торговце, который обманывал своих покупателей. За это его должны были жестоко высечь. Я, как честный человек, прошу вас проявить милосердие и не допустить того, чтобы меня ни в чем не виноватого римлянина высекли за преступление, которого я не совершал. в просьбе пощадь отказано. Семью Берли особенно заинтересовало утверждение торговца о том, что он иностранец. Это интересно получается, что он по сути говорит, я честный римлянин, а все эти избиения для бритов, так что бейте их, а не меня. Скорее всего, наказание римлянами бритов было куда страшнее, чем розги. Недавно на раскопках нашли тому подтверждение. Был найден череп человека, чье тело было расчленено. Честно говоря, я немного испугался. Не ожидал, что здесь мы обнаружим такое. Несмотря на свое поражение в битве у Граупийских гор, бриты все равно оставались постоянной угрозой для римлян вплоть до конца первого столетия. Было ясно, что мир заключать никто не будет, а это означало, что солдатам стоит беспокоиться не только за свои жизни. Когда археологи раскапывали казармы, они пришли к выводу, что мужчины Виндоланды внесли некоторые изменения в свой быт. по идее, в каждой комнате должно было жить по 8 мужчин. Но когда мы изучили найденные там вещи, а именно наш эксперт по коже, пришла к выводу, что в двух комнатах почти вся обувь принадлежала женщинам и детям. А это значит, что римляне заводили семьи на фронте. А люди верили, что бедные римляне жили одни, сами стирали свои вещи и так далее. Ну да, конечно. Королева их была главная модница Виндоланды, жена командора Сюльпиция Липидина. Из ее писем мы кое-что о ней узнали. По-моему, она немного тщеславна. У нее красивые ступни, ей привозили дорогую обувь из гаула. Обувь была выполнена на заказ. Липидина определенно была социально активна, и у нее были близкие друзья. Например, ей приходило письмо от жены командора соседнего форта. Приветствую. Приглашаю тебя к нам 11 сентября на празднество в честь дня моего рождения. Буду рада, если ты приедешь. Прощай, сестра, душа моя. А пока Липидина вела праздновать жизни, Мессикус и его братья учились выживанию. Чтобы изучить все слабости противника, они практиковались с деревянными макетами мечей, бритов и копьями. При ранении противника копьем его острие гнулось, и копье застревало в ране. И этот древний череп подтверждение меткости римских солдат. Они брали бычий череп вроде этого и вешали его на шест. Видите, сколько в нем отверстий? Бам! Точно в цель. Возможно, копья также служили одним из первых инструментов устрашения. На наконечнике одного копья, найденного в Индоланде, есть странное отверстие. Когда такое копье кидают со всей силы, оно начинает крутиться, и за счет этой дырочки оно издает свист, что, видимо, должно было напугать врагов. им действительно было чего бояться. У батавианцев была давняя военная традиция забирать с собой головы павших врагов в качестве сувенира. И, возможно, на раскопках семья Берли нашла подтверждение и этой теории. полголовы у нас есть, а где вторая половина? Мы проведем исследование и попытаемся узнать, жив он был или мертв, когда ему отрезали голову. Подобные зверства только увеличивали гнев бриттов в отношении римлян. В 117 году бриты наконец дождались хороших новостей, и, по иронии судьбы, новости эти пришли из самого сердца Рима. Император Троян умер. Рим со своими мраморными и каменными строениями казался неприступным, но смерть императора Трояна стала трещиной в его фундаменте. Все ранее порабощенные народы, включая бритов, вдруг восстали против римлян. Вожаки племен бритов возле Виндоланды сделали все, чтобы ослабить влияние империи в глазах ее солдат. Боги на нашей стороне. Теперь римляне у нас в руках. Не бойтесь, блеск драгоценных металлов не может ни защитить, ни ранить. по мере того, как бриты подходят все ближе к форту, римляне начинают использовать все более сложные орудия. Одно из них баллиста, смертельное противопехотное орудие, изобретенное греками. Баллиста заряжается, как арбалет, а стреляет шестами с металлическими наконечниками, которые летят со скоростью 15 метров в секунду и пробивают даже самую тяжелую броню. Но не так просто будет найти цель. Ведь теперь бриты избегают открытого боя. Они действуют осторожнее, тихо убирая римлян одного за другим. Такая тактика приводит римлян в ярость. Один солдат выражает свое негодование в письме найденном Виндоланде. Их кавалерия не использует мечи. Эти проклятые британкали даже копья в нас не кидают. Очень странное выражение. Я такого раньше не слышал. Британкали это либо жалкие бриты, либо мерзкие бриты. Он жалуется на то, что бриты не сидят на месте и по ним нельзя попасть. Бриты нащупали брешь в обороне римлян. И теперь Мессикусу и его братьям придется встретиться с новым врагом с собой. Римляне не знали где бриты. Так же как и сегодня современная армия не знает где прячутся повстанцы на своей территории. Бриты стали невидимками. Чтобы найти их Мессикус и его братья вынуждены покинуть открытую местность. В такой ситуации элемент неожиданности играет куда более важную роль чем сила. Римлян застал врасплох разъяренный враг. им остается только умереть достойно как говорил римский генерал Агрикола лучше мучительная смерть чем позорная жизнь безопасности и нет ничего постыдного в смерти на поле боя. на месикуса и его братьев обрушился весь гнев армии бритов. Возможно это как-то связано с событиями в Виндоланде. Голова эта была найдена среди домашней утвари. Значит кто-то ее туда бросил. И это честно говоря немного пугает. Новые находки заставляют семью Берли пересмотреть свою теорию об отрубленной голове. Они начали подозревать что череп принадлежит римлянину и убил его кто-то из своих. Здесь видны ужасные повреждения которые судя по всему были нанесены ему в последние мгновения его жизни. К примеру вот этот четкий надрез с правой стороны черепа. И здесь еще видно что этого человека много раз ударили по голове тупым предметом пока он падал. На месте преступления нашли еще две зацепки. Скелет собаки а рядом человеческий череп. У бритов были собаки но в бой они с собой не брали. Стоит отметить что собака тоже умерла не своей смертью. А если взглянуть на ее череп вот здесь станет видно что эту собаку тоже били по голове как и человека. Так что вполне вероятно что этот пес погиб защищая своего хозяина. Ситуация внутри форта созвучна с событиями происходящими за его стенами. Десятилетние конфликты тысячи жертв вышли римлянам боком. Все это подорвало их боевой дух и уверенность в себе. Новый император решает закрыть глаза на поражение римлян при этом не теряя лица. Почти 40 лет прошло после битвы у Граупийских гор император Адриан решил заменить стену из римских солдат стеной с камнем. Римляне несут все большие потери и император Адриан решил, что вместо распития пива в свободное время пусть лучше солдаты из Виндоланда потаскают на своих спинах строительные блоки. Войскам приказано построить большую стену толщиной в 2 метра и высотой в 5 метров. Чтобы работа шла быстрее, он сам руководит процессом постройки. По-моему, начав постройку этой стены, Адриан хотел сказать «Все, парни, больше войн не будет, хватит». Под стеной вырыли траншею, а на самой стене сделали множество оборонительных выступов. Люди, наверное, были вне себя от ярости, особенно те солдаты, которые эту стену строили. даже 2000 лет спустя стена еще стоит. Ее длина это приблизительно 120 километров. Она тянется от Ирландского моря до Северного. Сегодня она для нас является историческим наследием, но для тех, кто ее построил, она каменный шрам, символ самоуверенности Великой Империи. А стены Виндоланды украшены более земным символом римского высокомерия. Мы считаем, что эта потрясающая гравюра длиной в 30 сантиметров указывала в направлении врага с целью сказать им «Идите к черту». Чтобы открыть все тайны Виндоланды потребуется еще около 200 лет. Раскопки с радостью продолжат новое поколение семьи Берли. Я обожаю наши открытия. Здание лето, печи, оружие, украшения, обувь, все. И всегда интересно, что мы найдем завтра. Я воспринимаю Виндоланду как личность из прошлого, которая протягивает мне руку сквозь время, чтобы поделиться своими секретами. В конце концов, та же почтовая служба, которой пользовалась леди Липедина, принесла известие о конце крепости Виндоланда. В 105 году войскам форта было приказано покинуть укрепление. А сам форт и ненужные вещи уничтожить, чтобы они не попали в руки врагу. Берли считает, что именно этим солдатам было приказано отправиться на Дунай, чтобы подавить восстание в стране, которая сегодня известна как Румыния. Они избавились от всего, что им больше было не нужно, включая бумагу. Видно, что они уходили в торопях, потому что во многих комнатах прямо на полу были разбросаны различные предметы. Среди этого хлама были и письма, в которых отражались чувства и мысли тех людей. когда Виндоланду объяло пламя, вместе с ней сгорали и дневники римского форта. Он горел до тех пор, пока дождливая погода не дала себе знать. Так холодные северные дожди уберегли кусочек истории от исчезновения. Позже на этом же месте был возведен новый форт. Он скрыл под собой сотни историй об одиноких войнах и отчаянии. Письма с Римского фронта, слова, чувства и надежды – все это написано не героями и не чудовищами. Все эти слова написаны людьми. Ведущий Джеймс Вудс Продюсер Джун Молгард Редактор Ральф Герман Композитор Паула Галитана Фильм озвучен звуковым агентством «Марафон» по заказу канала ТВ-Центр Редактор Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова